Меня зовут Усынин Кирилл Евгеньевич. Я ученик эколого-биологического лицея города Рахангельск. Замечательно. Как тебе университет? Мне этот университет очень понравился. Я о нем слышал уже давно и даже проходил здесь дистанционное обучение по программированию. А сейчас я смог побывать здесь вживую. И это настолько огромный, грандиозный, впечатляющий университет. Находясь внутри, просто дыхание, перехватывая дыхание, все факультеты, все кафедры, которые мы прошли, и они остаются в воспоминании. Проходя через университет, ты меняешь свое отношение. Возможно, кто-то меняет свое отношение к медицине, кто-то захочет, естественно, сюда поступить. Мне эта экскурсия очень понравилась. И те, кто не был в этом университете, а уж тем более на экскурсии, я очень рекомендую здесь побывать. Пройти экскурсию с экскурсоводом, послушать, пройти, может быть, курс первой помощи, и уже определиться, может быть, вы поступите в этот университет и станете в будущем врачом. А вы хотели бы поступить в этот университет? Да, я рассматриваю такую возможность. А какой специалист? Я пока не думал. А что из экскурсии понравилось больше всего? Из экскурсии мне понравилось больше всего оказание первой помощи, отдел анатомии и хирургии. Меня зовут Горлышева Софья Павловна. Я ученица эколого-биологического лицея города Архангельска, 11 класс. Как вам университет Дорогова? Университет очень просторный, и мне кажется, что очень хорошо, что тут очень светло, и обстановка, она располагает к тому, чтобы проводить здесь много часов для того, чтобы получать информацию, которую нужно будет использовать потом на практике. И просмотрев все кафедры, и то, как занимаются студенты, мне кажется, что они получают всю информацию в очень подробном формате, и что будет, конечно, сказываться на их дальнейшем будущем. А вы бы хотели поступить? Да, я бы хотела поступить в университет и рассматриваю больше лечебное дело. Что понравилось больше всего из экскурсии? Больше всего понравилось то, что рассказывают интересные факты об истории данного университета и вводят по кафедрам, тем самым показывают этот мир студента, таким, какой он есть, как все сидят, что-то учат, куда-то бегут, но тем не менее улыбаются, задают что-то. Поэтому надеемся, что у всех все получится. Я Фокина Мария Валерьевна, ученица 10-го класса, околого-биологического лицея. Я Галуза Екатерина Михайловна, тоже ученица околого-биологического лицея города Архангельска, 10-го класса. Как вам университет Пирогова? Очень просторное место, очень уютная атмосфера, очень много современных технологий используется. Даже не заходя на пары, не общаясь с преподавателями, можно понять, насколько глубоко изучается медицина и как обширно студенты получают информацию. Как нам рассказали, очень много занятий внеурочных, не связанных с медициной, просто для себя, в занятиях. А у вас какие-то впечатления? Мне очень понравилась атмосфера внутри. Снаружи здание кажется не таким большим, но внутри это просто как какой-то другой мир. там все... Видно, что каждый студент любит, ему нравится, а вообще... И пропитано. А какое место понравилось больше всего? Больше всего понравилось, когда мы проходили мимо аудитории патологоанатомов. Вот. Мы хотели сфотографировать на память, но нам, к сожалению, не разрешили. Хотите поступать в медицинскую студентку? Да. А на какую специальность? Лечебное дело, чтобы потом стать косметологом, еще, возможно, стомат и содная экспертиза. А у вас? Просто чем-нибудь делать? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова